Всем огромный привет! Вы на канале Мисс Карина Зав, Мир глазами женщины. Меня зовут Карина, я автор этого канала. И сегодня очередное видео о покупках на сайте Wildberries. В Инстаграм я уже провела опрос, хотите ли вы такое видео очередное, потому что многим оно нравится, именно такая тематика. Ну, многие согласились, что да, хотят такое видео, поэтому по многочисленным просьбам, конечно же, снимаю очередной ролик о том, что я приобрела на Wildberries. Очередной вот такой вот комплект, помните, я показывала, что я покупала мужу вот такой вот шнурок для зарядки. Зарядка у него осталась прежней, но шнурок он прикрепил другой, магнитный. Ему очень нравится. И Серафиму на планшет, у него такой детский планшет, я заказала точно такой же шнурок магнитный. Вот здесь вот видите, как заглушка такая вставляется, и шнурок просто прикрепляется на магните. Детям, я думаю, особенно нужно и удобно пользоваться именно такими шнурками для зарядки, потому что у меня Серафим, когда вынимает зарядку из планшета, он вот либо вот так вот дергает ее, либо начинает раскачивать, чтобы вытащить ее. В результате гнездо для зарядки будет повреждено, и планшет потом просто не будет заряжаться. Здесь же удобно, просто прикрепил вот так вот, он примагнитился, шнурок, и все в порядке. Я, к примеру, зимой не ношу махровые или теплые носки шерстяные. Мне не очень удобно, поэтому я просто одеваю зимнюю обувь. Конечно, я ее выбираю соответствующую, чтобы все-таки, даже если это не натуральный мех, но хотя бы искусственный мех был довольно-таки плотным. Поэтому я стараюсь носить зимой носки вполне обычные, не махровые, не шерстяные, а вот обычные носки. Единственное, я стараюсь убирать их немножечко поплотнее, чем мы носим их в период лета, весна, которые одеваем в кроссовки. А к зиме все-таки я стараюсь покупать какие-то такие поплотнее. Вот я заказала на Веллберрис 5 пар в упаковке. Маме я тоже такие носочки заказала. Я говорю, мам, не смущайся, они немножко вот такие будут с мордочкой и с ушками. Я говорю, ну вот эти ушки под брюками там не будет видно. Да, они действительно плотнее, чем обычные носки. Правда, вот расцветка, видите, кто любит потемнее, например, или кто наоборот любит посветлее, здесь все-таки выбирать не приходится. Здесь одинаковая расцветка во всех упаковках, но при этом вот она такая вот разномастная. Есть и синенькие, и беленькие, и розовенькие. Поэтому здесь, может быть, вот единственный минус такой, что нет упаковок, например, вот именно 5 пар темные какие-то, или там можно 5 пар заказать светлые. Но, с другой стороны, может быть, кому-то это наоборот удобнее. То есть под каждый наряд, например, там, да, одеваете синий какой-то джемпер или синие джинсы, и можно одеть синенькие носочки. А если у вас какой-то пудровый свитерок или кардиган, и, может быть, какие-то светлые брюки, то почему бы не одеть такие носочки, особенно если вы идете в гости, чтобы не стыдно было и обувь снять. И немножко вот расскажу об интимной покупке, но все-таки я думаю, что это будет полезно женщинам, которые сомневаются, покупать ли нижнее белье. Но здесь у меня как бы сомнений не было. Почему не было? Во-первых, это Модис. Когда я работала в городе Клин, или часто там бывала, я всегда заходила в торговый центр около вокзала, и там был Модис, и я все время там брала нижнее белье вверх. Я всегда там брала бюстики. Немножко другой вариант, но тоже такой же. Это классика. То есть это не балконет моделька, это просто классика. Вот здесь вот косточки и просто мягкий поролон, без пушапа, без всего. И вот здесь вот, конечно, было немножечко такое вот поменьше расстояние и бантик. Но в целом модель точно такая же. И брала я последнее время, ну, это где-то, может быть, года два назад, уже после беременности. Размерчик 80Б. И потом я стала понимать, не знаю, то ли как-то пошив у них изменился, то ли, может быть, я покрупнее стала. И я поняла, что как-то они мне туговаты, и в город Клин я стала выезжать крайне редко. Ну, просто покупала потом в другом месте нижнее белье. И тут я увидела на Вайлдберрис, появилась, появилась вот моя любимая модель. Она, не сказать, что она какая-то супермодная, это повседневка, которая будет удобна, которая будет комфортна. Поэтому я заказала, но заказала уже, знаете, на размер больше. Не 80Б, а 85С. Вот именно это то, что я и хотела. И если все-таки заказать побольше объем, по чашке все прекрасно подошло. Я не скажу, что чашка Б и чашка С уж намного так отличаются. А вот если смотреть по объему, знаете, если все-таки заказать нужный объем, который не будет настолько впритык сидеть на фигуре, то и вот эта вот часть на бюстгальтере, она сохранится гораздо дольше. Не будет вот здесь вот вытянутостей. Потому что вот эта вот сама ткань, она такая вот как резиночкой такой сделана. Здесь потом появляются такие как растяжки. Поэтому я довольна. И я заказала еще, я уже не буду вам показывать, потому что еще не забирала на Вайлдберрис. И я заказала еще такой же телесного цвета. Потому что я раньше всегда, как только попадала в модис, я всегда брала себе двух оттенков. И телесный, и черный. Либо белый, и телесный. Но у нас настолько ужасная вода, никакие фильтры, ничто не помогает. Поэтому белый бюстгальтер, это может быть только под бруску, или на лето куда-то на выход. Потому что он моментально выйдет из строя. Он будет неприглядного вида, он будет уже не белый, а какой-то такой сероватый. Поэтому сейчас зимой у меня темные, темные свитера, или футболка, то я все-таки вот взяла либо черный, либо телесный. Субтитры сделал DimaTorzok